Ребята, давайте посмотрим вот с общего плана, покажем, что сейчас происходит. Ну, где такое, увидишь? Запустили болельщиков, ничего страшного. Да, сейчас болельщики будут делать селфи, будут просить сфотографироваться, расписаться. Это нормально, потому что эти болельщики, это семья. Мини-футбольный клуб Тюмень, это настоящая семья. И вот сейчас Сергей Абрамович, там друзья, знакомые просто окружили и вместе там празднуют вот этот успех, огромный успех мини-футбольного клуба Тюмень. Да, и мы чемпионы, мы чемпионы, сканируют болельщики вместе с игроками. Ну и давайте посмотрим, как же сегодня забивались голы. Все-таки давайте посмотрим самые интересные фрагменты этой встречи. Ну и счет открыл на 11-й минуте встречи Арсер Багиров. Он убежал в контратаку. Здесь должен все-таки отметить, что не лучшим образом сыграл Микки. Ну а затем Микки сколько раз тащил, сколько раз выручал, так что он искупил свою небольшую помарку. На 25-й минуте матча Артем Антошкин сравнял результат ударом в дальней дистанции, мощным выстрелом. Между тем просочился под ногой у Завторанцы. И счет 1-1 после 25 минут игрового времени. На 43-й минуте тюменцы вышли вперед. Артем Антошкин после подачи с угла площадки просто притирку с крестовиной вколачивает мяч в верхнюю девятку. Посмотрите, там сам Тараза был веселен помочь своей команде. 43-й минута встречи. Антошкин 2-1 в пользу футболистов Кюмени. На 46-й минуте матча тот же Антошкин отправил мяч уже в пустые ворота при игре в формате 4 на 5. Посмотрите, блокирует удар Абрамович и Антошкин художе отправляет мяч в пустые ворота. 3-1 в пользу Кюмени, но это еще не все. Потому что КПРФ, как по-настоящему сильная команда, билась до конца. И ровно за 2 минуты до окончания второго тайба Янар Асадов сократил отставание до минимума. Удар Лина не смог удержать Микки мяч в руках. Забивание Асадова еще становится 3-2 в пользу Кюмени. Но деменцы больше ничего не позволили сделать гостям. И Аксентьевич подтащил, выручил свою команду. Смотрим статистику матча. Удары 36-26 в пользу Кюмени. Удары в сторону 14. Продолжение следует...